16 декабря происшествие у Горбатого моста. Первоначальная информация о лобовом столкновении с пострадавшими не подтвердилась. Водителю Volkswagen стало плохо, но он успел избежать аварии. О случившемся рассказывает мама 43-летнего мужчины. У сына что-то случилось, да? Да, мы выезжали из областной, он приехал, меня выписали. Он приехал выезжать на трассу, и он весь затрясся, затрясся. Я-то отсюда не вижу. Я кричу, Толя, Толя, он затормозил, а потом уже ребята подбежали, все сделали. Он затормозил, он на встречку выехал, да? Да, не на встречку, а просто на трассу. На трассу, да? Вы выехали из областной? Да. Ага, а в какую сторону далеко? А нам надо на Соминку. А, на Соминку. У него сейчас в больницу, да? Да, в седьмую. А было у него такое раньше? Когда-то было, месяц назад, наверное, у него давление было высокое. Водителя иномарки с места происшествия забрали в больницу бригадой скорой помощи. По словам сотрудников ДПС, врачи диагностировали у мужчины приступ эпилепсии. В Твери прошел очередной профилактический рейд «Уступи дорогу спецтранспорту». В патрульной машине ДПС мы вновь следуем за машиной скорой медицинской помощи, спешащей на экстренный вызов. В карете скорой фельдшер Ольга Жукова. Скажите, Ольга Алексеевна, много вызовов сейчас поступает? Очень. Очень? Сколько в день вот так приходится выезжать? Я работаю не очень быстро, поэтому в 17-18 вызовов делаем. Некоторые делают больше. О необходимости уступать дорогу скорой мы постоянно говорим в патрульной службе. Сейчас, в тяжелые месяцы пандемии, сигналы скорой наполняют тревогой сердца жителей региона. А вдруг в экстренной помощи нуждается кто-то из близких и родных? В группе риска каждый из нас. Счет идет даже не на минуты, на секунды. Останавливайся, 6-8. Останавливайся. Да, большинство автомобилистов, понимая, в какое время живем, без промедления предоставляют дорогу машинам с включенными спецсигналами. Но бывает и другое. И заканчиваются эти случаи трагически. В патрульной службе мы неоднократно рассказываем о ДТП, в которых получали травмы сами медики и те, кого они везли в больницу. Недаром в России ужесточили наказание для тех, кто пренебрегает правилами и нормами элементарной взаимовыручки. На данный момент вступили изменения. Если водитель управляет транспортным средством и не уступает дорогу приближающему транспортным средством с включенными специальными звуковыми и специальными сотовыми, именно скорая помощь, которая двигается, соответственно, по вызову, как было сейчас, максимальное наказание грозит водителю штраф в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на один год. Наказание за нарушение правил дорожного движения сурово. Но хочется, чтобы не только оно сдерживало лихачей на дороге. Есть еще в жизни нормы сострадания и уважения к чужому горю. Давайте не забывать о ближних. Редактор субтитров А.Семкин